Татнефтьарена представляет. 10 февраля. Встречай день влюбленных. Биг Лав Шоу. Апрель 2010 года. Сразу после создания Республиканского фонда возрождения, инициативная группа направилась в древний город Болгар. Позже единомышленники Шаймиева скажут, что каждый тогда произнесенное им слово станет пророческим. И древний город Болгар будет возрожден. Вот эта территория 400 гектаров, понимаете, должна давать сходу. Сходу должна давать. Раз здесь у нас 3% раскопано всего, понимаете? Всего 3%. А сейчас организуем раскопкой. Знаете, какая будет красота? Это будет трудный путь, длиною в 9 лет. За прошедшее столетие культурно-историческое болгарское наследие пребывало в полном забвении. Состояние Болгара было близко к критическому. Уникальные артефакты, которые являются безмолвными свидетелями величайшей древней цивилизации Восточной Европы, находились под воздействием биологического и физического разрушения. До наших дней сохранилась лишь малая часть исторических памятников. Большой минарет с фрагментами соборной мечети. Малый минарет. Северные и восточные мавзолеи. Черная, красная и белая палаты. Историческая и археологическая ценность объектов настолько велика, что все работы по их реставрации требовали максимально деликатной, практически филигранной работы. Археологи, архитекторы, скульпторы, строители, дизайнеры. Сегодня специалисты вспоминают, что каждый из них тогда осознавал меру своей ответственности. Ведь речь шла о непростом объекте, о наследии человечества. Изначально, это еще в 2010-2011 году применялись те технологии, то есть и по усилению фундаментов, и по консервации кладки, которые, ну, скажем так, в нашем регионе до этого не использовались. Вопросы, связанные с сохранением, каждому были применены только те возможности, требования, которые это обеспечивали. В Болгарии это объекты, связанные с эпохой Золотой Орды, с городом Болгар, с архитектурой, с археологией. В древнем городе Болгар были отреставрированы более чем 25 памятников истории. Но для того, чтобы это место стало привлекательным не только для паломников-мусульман, но и для многочисленных туристов, было решено построить современные объекты инфраструктуры. Болгар получил новые дороги. Жители из ветхих домов, находящихся в заповедной исторической зоне, переселили в новые дома. Еще в 2010 году было решено, что именно здесь будет построена белокаменная мечеть. Гордостью же современных зодчих. Памятный знак, свидетельствующий о принятии болгарами ислама в 922 году, куда привезли самый большой в мире Коран, внесенный в книгу рекордов Гиннесса. Он был напечатан по заказу Фонда Возрождения в типографии Ватикана. Болгарская исламская академия – центр религиозного образования и просвещения. Построенный на самом берегу музей болгарской цивилизации с речным вокзалом. Его архитектура перекликается с сохранившейся архитектурой древнего городища. Именно здесь представлены более полутора тысяч уникальных исторических и подлинных артефактов из Фонда Болгарского музея-заповедника. Дом лекаря и дом хлеба, где раскрывается подлинная история земледелия и производство хлеба с древнейших времен до наших дней. И новый гостиничный комплекс Колгали, который стал украшением исторического центра. Были достаточно сложные архитектурные, технические решения. Требовалась очень детальная проработка, вообще доскональная. Каждых узлов, всех, пол, стены, потолок, все буквально приходилось по крупицам собирать. Ментимир Шаймиев как-то признался, что в свое время очень переживал, что Болгар из-за территориальной отдаленности от Казани не сможет стать туристическим центром. Но его опасения оказались напрасными. Летом в Болгар теперь съезжаются тысячи паломников со всего света, чтобы поклониться памяти предков. Здесь проводятся главные мусульманские праздники и памятные даты. И даже в зимние праздники, в нетуристический сезон, в гостинице Колгали не было свободного места. За 10 лет количество посетивших эти исторические места возросло в 10 раз. В 2018 году в Болгарах побывало более полумиллиона человек. Я считаю, одно из важнейших значений имеет гуманитарная составляющая. Можно развивать экономику это, но если не будет у нас толерантность, взаимоважение, то все это в один момент может рухнуть. Поэтому я считаю, на сегодняшний день технологии все развиты, но следующий век, как вот пишут, это век гуманитарных наук. Его называли сказочным островом Буяном. И в этой сказке случилась счастливая развязка. История острова Града Свияжск удивительна и трагична одновременно. Этот город-крепость был построен в 1551 году за 24 световых дня. Во времена советской власти в храмах и монастырях города находились тюрьмы ГУЛАГа и психиатрическая клиника. Долгие годы отрезанный от внешнего мира остров постепенно превращался в сонное царство. Люди до конца не верили, что Свияжск может озарить свет. Никогда руки не доходили по-хорошему до культурного наследия. Всегда по остаточному принципу и финансировались, и работы осуществлялись. Вот сейчас уже не по остаточному принципу, а досконально, основательно изучено состояние каждого памятника. И каждый из них обрел вторую жизнь. Свияжск – это наглядная история под открытым небом. Из древних соборов и монастырских построек того времени сохранилось далеко не все. Но все же можно увидеть построенную за день, световой день, деревянную Троицкую церковь. Единственный в Поволжье памятник русского деревянного зодчества 16 века. Успенский собор с ансамблем фресок эпохи Ивана Грозного, не имеющих аналогов ни в одной из древнерусских школ фресковой росписи. Сергиевская церковь, построенная при правлении Бориса Годунова. Никольская церковь – самое высокое сооружение Свияжска с 43-метровой четырехъярусной колокольней. Успенский собор был в очень плачевном состоянии, учитывая то, что там находятся фрески, за ними никакого наблюдения не было. Температурный влачный режим был полностью нарушен, кровли все протекали, фундаменты все были тоже в неволитворительном состоянии. Но, слава богу, мы все восстановили, и сейчас вы сами видите. В ходе археологических раскопок в Свияжске было выявлено четыре строительных периода городской застройки XVI-XVIII веков. Были обнаружены 140 тысяч уникальных артефактов. Многие из них теперь можно увидеть в единственном в России музее археологического дерева «Татарская слободка». Но фонд работал не только с целью выявления и сохранения памятников истории. Только представьте себе, что до того, как фонд возрождения начал здесь широкомасштабные работы по реставрации, в Свияжске жили люди в этих же самых монастырских кельях, без элементарных условий. И даже в таких нечеловеческих условиях люди боялись, что их могут переселить на большую землю. Кто здесь врос корнями, кто здесь живет, никто вас трогать не будет. Спасибо, спасибо. Большое спасибо. Дай Бог здоровья. Каково же было удивление жителей острова, когда для них построили новые дома. Во время церемонии передачи ключей от новых квартир люди просто плакали от счастья. Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова Града Свияжск стали объектами ЮНЕСКО. Тогда еще генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова во время своего визита в Татарстан скажет, что это и есть богатство Татарстана и России. Это символ культурного многообразия и толерантности. Это доброта, которая присуща народу, живущему на этой земле. Годы спустя ее словам вторит и министр культуры России Владимир Мединский. Многие мои знакомые, которых я спрашиваю в Москве, куда бы вы хотели съездить на праздники, в отпуск, на Новый год. Они говорят, мы хотим не просто поехать в Казань, мы хотим поехать в Казань, посмотреть Свияжск. Если лето, мы хотим обязательно поехать на Волгу и посмотреть Булгар. Это действительно стало мировым брендом. За годы деятельности фонда 62 тысячи благотворителей внесли свой вклад в дело возрождения исторического наследия. Крупные предприятия и обычные люди жертвовали свои средства на спасение истории, памяти своих предков и своей души. То есть, как и благое дело, чтобы сделать что-то полезное в этой жизни, нужно ведь оставить след, так сказать, приятный и для нас, и для нашей республики, для процветания нашей республики. То, что все это было создано за счет федерального республиканского бюджета, мы бы не смогли реализовать. Вот, огромный вклад наших предприятий, физических лиц, наших партнеров, которые, бизнесменов, которые, может быть, не в Татарстане, но наши сторонники. Поэтому, чтобы ваши добрые дела десятикратно вам вернулись. Спасибо большое. На церемонии в честь завершения работы фонда первый президент Татарстана, председатель попечительского совета фонда Ментимир Шаймиев, отметил, что фонд возрождения списывать со счетов пока еще рано. И впереди есть еще одна большая цель. Без уважения к родному язык, дому, поселку, городу, стране, где ты живешь, без любви к языку своей матери, своего народа, не может быть возрождения великой страны. Именно поэтому, завершая работу по возрождению Болгарии и Свяжска, фонд возрождения совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки Республики Татарстан намерен начать уникальный образовательный проект. Речь идет о новом проекте по созданию комплекса образовательных центров. Это новые школы с детскими садами, своими лагерями и интернатами, где главной целью станет изучение, сохранение и родного языка в том числе. Пилотный проект уже начнут внедрять в 165-й школе Казани. Но Шаймиев решил, что подобные центры должны быть в каждом крупном городе. И нет ни капли сомнения, что эти слова тоже станут пророческими. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Татнефтьарена представляет. 10 февраля. Встречай день влюбленных. Биг Лав Шоу.